Доброе утро! Вы смотрите новости в студии Елена Самарина. Второй этап приема детей в первые классы стартовал в Барнауле. В это время в школы зачисляют тех детей, которые не проживают на территории, закрепленной за выбранной школой. Этап продлится до 5 сентября. Заявления на зачисление в первый класс родители могут подать через единый портал государственных услуг, региональный портал образовательных услуг Алтайского края и при личном обращении в школу. Необходимые документы, копия документа удостоверяющего личность родителя, копия свидетельства о рождении ребенка, бумага, подтверждающая опеку для детей с ограниченными возможностями здоровья, копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии, документ, подтверждающий родство заявителя. Добавлю, для первоклассников в этом году в 25 школах будет выделено более 800 дополнительных мест. Их удалось создать в том числе благодаря ремонту и переоборудованию кабинетов. В преддверии Дня Семьи, Любви и Верности в Барнауле наградят несколько многодетных семей из Алтайского края. Им вручат медаль за любовь и верность. В этом году образцовыми домочадцами из Павловского района стала семья Прищепа. Наша съемочная группа встретилась с ними, чтобы узнать все секреты счастливой семейной жизни. Песню «Тыловая» Виталий Викторович Прищепа вместе со своими детьми исполнил на районном фестивале семейного творчества и получил специальный приз за лучший патриотический номер. Она прозвучит и на грядущем награждении семьи медалью за любовь и верность 7 июля. Музыка, признается Виталий Викторович, всегда была частью их жизни. Он с юности играет на гитаре, старшая дочь закончила музыкальную школу по классу фортепиано, а младшие дети, София и Илья, вместе поют в Павловском казачьем хоре. Брат и сестра – это редкость, что только поют, и у обоих тембр одинаковый, даже все говорят, что такое редко бывает. Музыка, кстати, не единственное семейное хобби. Совместная готовка давно стала традицией. Так, глава семейства обычно занят мясом, Наталья Ивановна – гарниром и десертами, а дети помогают со всем остальным. Сакральное блюдо в семье и неотъемлемая часть праздничного стола – домашние манты. Это все семейное, это вместе сели, папа тесто потяжелее, которое раскатывает, мама тут накладывает, мы лепим. То есть это все вместе весело, так все проходит, это прям трепетно, так душевно. И, не знаю, вроде бы кто-то скажет, фу, манты лепить можно купить. Можно купить, но вот это времяпрепровождение вместе, которое мы разговариваем, чем-то делимся. Помимо готовки и музыки, семья Прищепа частенько устраивает совместные пикники. По их словам, время, проведенное вместе, бесценно. Сплоченности взаимопонимания помогают не только не ссориться, но и долгие годы сохранять крепкие отношения. Наталья Прищепа давно вывела формулу счастливого брака и безоблачной семейной жизни. Ну, самое главное – любить, уважать, уметь прощать, где-то уступить. Никаких особых секретов нет, все держится на любви и уважении. И правда, любовь, которой все члены семьи окружают друг друга, в равной степени достается каждому. Поэтому, как говорят дети, они совсем не ревнуют родителей друг к другу. В доме Прищепа уже несколько лет живет белка Жора, причем слушается только Илью, младшего сына. Именно он его лучший друг и дрессировщик. Родители стараются привить детям умение нести ответственность за тех, кого приручили. Вот так без ревности и ссор любви в семье Прищепа хватает не только друг на друга, но и на домашних любимцев. Дарья Эндерс, Анатолий Фукс, Новости. В Славгороде открылся межрегиональный фестиваль «Перекресток культур». Он будет проходить до 9 июля. В фестивале принимают участие делегации из разных регионов России, а также из Казахстана. Впервые из Китая и Таиланда. В этом году в программу фестиваля «Перекресток культур» помимо традиционных выставок, мастер-классов, концертов, вошли новые творческие площадки. Это площадка гармонистов, казачьей культуры, этнодискотека и гастрономическая площадка. Добавлю, первый раз фестиваль «Перекресток культур» провели в 2019 году в Кулунде. Он собрал более 400 участников из 20 районов и городов региона, а также Кемеровской, Томской областей, Республики Алтай и Казахстана. А у меня к этому часу пока все. Я желаю вам хорошего дня.